Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это обзор двух игровых гарнитур наушников от компании Plantronics. Они стоят не очень дорого, особенно младшая версия, 400-я, она стоит в районе там 3000 рублей. Не так это и мало, не так и много, опять же, потому что 500 Pro стоит в районе 7000 рублей. Что же эти гарнитуры могут за свои деньги? Подробно расскажу в этом обзоре. Протестировал как на играх, так и просто на обычном звучании. Потому что ведь не только для игр люди берут такие вещи, но и можно использовать их просто для видеозвонков по скайпу. Можно использовать для прослушивания музыки. Особенно хорошо звучат 500-е. Прямо вот одеваешь, включаешь свою любимую музыку, слушаешь и наслаждаешься. Расскажу плюсы и минусы, особенности всех этих вещей. Приятного просмотра. Погнали! На самом деле, они, конечно же, отличаются. В этом обзоре сразу про две модели. Plantronics 400-е. Это относительно недорогая игровая гарнитура с микрофоном. Микрофон вытаскивается. Это стандартный джек 3,5 мм. Наушники обе модели, они используют проводное подключение через джек 3,5 мм. И также есть возможность отключить звук. Вот здесь вот кнопка такая на пульте. И, конечно же, громкость настроить. Просто 500-е, как более дорогие, у них этот кабель можно просто снять. Ну, при перевозке, например. В 400-х он впаян сюда. То есть, просто так его не снять. То есть, не вытаскивается. И пульт, на самом деле, нет кнопки на 500-м отключения микрофона. Делается это просто. На 500-й модели микрофон работает. Подняли, микрофон не работает. На 400-й его просто нужно физически из наушников вытащить. Отличия между моделями, конечно, есть и в качестве звучания, о чем сейчас подробно расскажу. И в конструкции. Если 500-е Pro, у них металлическое оголовье. Правда, металл в верхней части и небольшие накладки здесь. Само вот это вот звено, которое, по идее, самое слабое, оно из пластика. Но все-таки верхняя часть металлическая. И здесь используется эко-кожа и обычная ткань. То, что касается 400-х, то тут, конечно же, попроще. Я не могу сказать, что сильно хуже они сидят на ушах. Просто здесь используется уже полностью пластиковая модель наушников, гарнитур. Полностью пластиковые элементы везде. И здесь уже только ткань. Но на ушах они сидят плюс-минус одинаково. Отличие еще в качестве звучания и в некоторых фишках. Ну, про микрофон я уже рассказал. Но, на самом деле, Dolby Atmos, это 3D-звук, ну, улучшение звука, объемный звук. Он активируется на 500-й модели. Правда, нужно использовать либо Xbox Live, либо Microsoft магазин. И стереть, вот как на утрейных билетах, такую вот полосу и активировать звучание на 500-х. Что касается качества звука, оно, конечно же, разное. Если взять и просто подключить по 3,5 мм к смартфону, даже дорогому флагманскому, то качество звука, знаете, я слушал на разных композициях. Оно есть, но оно небольшое. Между 400-й и 500-про. Но, когда я подключил к компьютеру, к звуковой карте компьютера мощного, и просто, даже я не говорю сейчас об игре, я стал слушать разную музыку, то, конечно же, 500-е звучат интереснее, богаче, лучше качество звучания само, лучше басы. За счет того, что здесь просто акустическая камера в наушниках, и, мало того, они сконструированы специально, чтобы отсекать внешние шумы. Это не значит, что они с каким-то шумоподавлением. Если правильно называть, то конструкция чашек с амортизацией вибрации в этих наушниках присутствует. И, действительно, я подтверждаю, качество звука вот тут стоит переплатить, если для вас важно не только в игры играть. Потому что даже 400-е, разумеется, я вот тот же самый Resident Evil Remake, я его прошел, сейчас заново проходить буду, я поиграл, знаете, отрабатывает звуковая картина изумительно. Действительно, в таких наушниках играть комфортно. С другой стороны, мне сильно-то и сравнивать не с чем, потому что я практически не играю. Я за год 2-3 раза запускаю какую-то игру на ноутбуке. Основной я играю на смартфонах. Поэтому я больше рассказываю о качестве звучания. Если для вас это важно, то 500 Pro звучат, ну, прям вот ощутимо лучше с компьютера. С хорошего усилителя, получается. С телефона, даже с флагманского. Какой-то глобальной разницы на этих наушниках я не нашел. Звучит, конечно, получше, но немного. В качестве удобства, знаете, ребят, на самом деле, они еще отсекают большую часть внешних шумов, хотя не являются наушниками с шумоподавлением официально, но одеваешь и, в принципе, звуки приглушаются. Единственное, если вы сидите в комнате и кто-то еще в комнате находится, особенно ночью, то слышно через наушники звук и обратно выпускается. Слышно так же будет, имейте это в виду. По удобству посадки они приблизительно одинаковые. И я не могу сказать, что 400-ые, более недорогие, более доступные наушники как-то сильно отличаются. Они так же удобно сидят на голове, так же комфортно вполне. И если даже вы большого роста, у вас большая голова, то запас есть, то есть запас достаточно большой. Мало того, здесь сделано все как конструктор. Вот эту, например, верхнюю оголовье можно снять, если кого-то оно раздражает. Но я не понимаю, зачем, потому что с ним комфортнее и удобнее. Они совершенно не давят. И наушники легкие. В принципе, ребят, на этом, наверное, все. Подчеркнем еще раз, подчеркну особенности. Потому что они отличаются и отличаются достаточно сильно. Разница более чем в два раза в цене. 500 Pro. Во-первых, звук микрофона работает. Поднимаем вверх, отключаем. Вас уже не слышно, очень удобно. Здесь нужно его просто физически вытащить. Качество звука и размер самих динамиков 50 мм, 40 мм. Старший 50, младший 50. И качество звука, особенно на компьютере, слышно. Но, если даже у вас вот эта 400-я модель, то в любом случае вы будете с комфортом, с интересом играть. Просто, как говорится, лучший враг хорошего. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии под этим видео. В любом случае, спасибо за просмотр. Благодарю вас за подписку на канал, если вы подписаны. Если еще не подписаны, то подписывайтесь. Всегда много интересного. Основной у меня выходят обзоры на разные смартфоны. И, как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо.